приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы мы недавно готовили такое восточное блюдо ну не восточное даже в общем со среднего востока блюда фалафель ну я видео рассказываю что видео фалафеля рассказываю что фалафель является своем роде визитной карточкой израиля и совершенно забыли при приготовлении фалафеля рассказать как приготовить пасту тахини и соус тахини сейчас мы еще решили приготовить хумус и снять об этом отдельное видео и для хумуса нам понадобится тоже паста тахини вот поэтому решили рассказать вот снять об этом коротенькое видео еще для чего используется паста тахини или соус тахини ну паста тахини используется для приготовления фалафеля для приготовления хумуса для приготовления очень многих восточных сладостей в том числе обязательный ингредиент для приготовления халвы но готовится немножко по-другому вот этой вот штуки также очень классно на основе пасты тахини делать разные соусы со сметанкой с йогуртом ну даже с майонезом вот в частности для приготовления шаурмы или шавермы мы тоже используем пасту тахини но в общем все очень просто для приготовления этого универсального и очень нужного в кулинарии ингредиента нам понадобится 50 грамм семян кунжута семечки кунжута кстати еще называется кунжутная паста то есть тахини это такое арабское название насколько я понимаю а еще называется кунжутная паста кунжут мы в течение трех минут обжарили на сухой сковородке немножко немножко подрумянился также нам понадобится 50 грамм обжаренных зернышек кунжута 100 грамм оливкового масла 1 чайная ложка лимонного сока 1 зубчик чеснока чеснок но опционально если не для сладости если для хумуса если для фалафеля если для соуса для шаурмы тогда чеснок используем если для сладостей как-нибудь снимем видео о том как приготовить халву то естественно чеснок не используется и понадобится вот такой вот обычный кухонный блендер отправляем семечки кунжута в блендер и измельчаем в течение где-то двух минут через две минуты добавляем сюда оливковое масло а ну-ка не лезь на стол а ну-ка не лезь на стол я сказал извиняюсь дегустатор пытается залезть на стол и добавляем чайную ложечку лимончика и чесночок и опять начинаем перемалывать минут где-то что-то закрылась что закрылась минут где-то 5-6 через пять минут взбивания паста хахини готова ее можно теперь переместить в общем я сейчас буду оттуда выгребать вот друзья и покажу покажу какая она на вид она имеет консистенцию такого не густого меда кстати если вас интересует как приготовить прекрасное блюдо фалафель очень классная диетическая кстати она полностью вегетарианская и очень вкусная достаточно легкой в то же время с ярким вкусом я размещу в описании этого видео ссылку на ролик с фалафеля сейчас в общем выскребу оттуда всю пасту тахини и попробуем ее но собственно говоря достали всю пасту из блендера конечно такое занятие не из легких теперь если мы ее делаем для хумуса для фалафеля или просто для соуса тахини то можно ее посолить вот я сейчас посолю перемешать и у нас друзья получилась невероятная вкусная штука очень вкусно вот эту пасту просто само по себе кушать спитой вот таким вот образом вкус просто потрясающий немножко похоже на соус для шаурмы потому что я туда добавляю вот если готовить соус для шаурмы то понадобится еще йогурт натуральный можно но не обязательно немножко майонезика но в общем это отдельная история будем готовить шаурму кстати вот друзья тоже хотим поинтересоваться интересно ли будет вам чтобы вы сняли видео о том как сделать питу питу для шаурмы питу для фалафеля или просто питу для для того чтобы ее как хлеб кушать если интересно напишите в комментариях мы обязательно сделаем на пасту тахини очень вкусно реально обожаю ну собственно говоря так все просто и незатейливо даже не знаю еще что добавить в конце этого видео ну наверное то что мы начинаем готовить сейчас хумус будем использовать эту пасту тахини поэтому скоро будет видео с хумусом видео с палафелем уже есть а по поводу питы жду ваших комментариев если интересно мы сделаем видео о том как приготовить питу подписывайтесь на наш канал дорогие друзья чтобы не пропустить новые видео ну собственно говоря ставьте пальцы вверх если видео вам понравилось всего доброго пока